Ну что, друзья мои, вот и настал красный день календаря для биткоина. С хаёв его слили почти на 6 тысяч долларов. И сегодня мы будем с вами разбираться с тем, что дальше делать в рынке, как не поддаваться панике в такие непростые моменты. И этот выпуск, он будет больше посвящен именно психологии, потому что сейчас на рынок давят просто очень много всяких разных новостей. Начиная от того, что в суд подали на биржу KuCoin, падение токена биржи, хобби на, по-моему, 90%. Дальше на нас давят тем, что обвалился банк Silvergate. Дальше Binance блокирует P2P для россиян на покупку долларов и евро. И просто вот всякое говнище прям заливают в рынок. Поговорим о том, что я собираюсь делать в текущей ситуации, о том, чего я жду по биткоину и в какие сделки я собираюсь входить. Всем этим я с вами сегодня поделюсь. Но перед этим, друзья мои, вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по рынку. Вот я вам сейчас открыл график, и вы видите, биткоин слили от 25.300 до практически 19.500. Вот расскажите мне, пожалуйста, что вы думаете дальше про биткоин. Пойдет вверх, вниз, вправо, влево. Какие вообще у вас мысли по рынку? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение в комментариях. Ну и сейчас, собственно, вы узнаете мое мнение. Поехали. Итак, друзья мои, последний раз, когда мы с вами снимали обзорчик, давайте для начала поговорим, мы с вами находились вот тут. И помните, я вам говорил то, что я открываю лонговые позиции. Но там была одна такая важная оговорка, то, что должен был выступать на следующий день Паулу. И я сказал, что, скорее всего, я буду свои лонги прикрывать. И тут еще один важный момент, друзья мои. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, вы ссылочку на него можете найти по ссылке под этим видео. Вот он у меня вот здесь. Я писал то, что я прикрываю. Вот, получается, у нас был с вами обзор. И вот обзор был последний. Да, я вам говорил то, что встаю в лонг, а потом написал в телеграме, что будет выступать Паулу, поэтому я лонги прикрою. Потом, после того, как я лонг прикрыл, биток полетел, соответственно, вниз. И просто я сидел, все это движение смотрел. Вот, поэтому еще раз, для того, чтобы не пропускать все самые важные новости и скрипты, на телеграм-канал обязательно подписывайтесь, друзья мои. Поехали. Что вообще у нас сейчас происходит? У нас сейчас с вами в рынок подвезли очень много всяких разных говненовостей. Я вам уже их примерно озвучил. Да, я думаю, вы и сами про них в курсе. И, в принципе, все уровни мы с вами даже не заметили. То есть, смотрите, у нас был мощный уровень 21 500. У нас был мощный уровень 2700. И мы просто все их пробили. Ну, как мы их пробивали вверх, да, хотя нет, вверх мы все-таки тут задержались. Также мы их пробили и вниз. Давайте, если мы сейчас смотрим с вами на глобальную картину, потому что нас сейчас интересуется вам именно глобальный график. Ну, хотя бы дневочка, да, если дневочку можно назвать глобальным графиком. Следующий важный уровень у нас с вами 19 000 долларов. И все нам говорит с вами о том, что мы к этому уровню с вами, друзья мои, придем. Друзья мои, мы с вами к нему придем. Я вам сразу скажу то, что я пока что для себя шорт позиции не рассматриваю из текущих. Причина здесь очень простая. Потенциал падения не очень большой. Рынок и так уже достаточно сильно слили. Я все еще смотрю на ланги. Да, я тот самый человек, который даже, когда рынок пролился, смотрит на ланги. И я вам больше скажу. Я вот эти свои спотовые позиции, которые по там 24-25 продавал, я уже даже чуть-чуть донабрал спот. Ну, совсем небольшую часть. Просто потому, что хочу, чтобы остановилось это нисходящее движение. Как только я увижу, что хотя бы там 1-2 дневные свечи закроются более-менее на уровне, я, скорее всего, еще спотовые позиции доберу. То есть сейчас у нас по технике что происходит? Посмотрите, как мы ювелирно с вами коснулись 200-дневного мувинга. И если мы посмотрим с вами на историю, то когда у нас на истории на битке был настоящий бычий тренд, то мы 200-й мувинг пробивали, и мы к нему вот так близко не подходили, и уж тем более его не прокалывали. А сейчас что он спрошел? Мы его прокололи. То есть здесь у нас, вероятно, было достаточно большое скопление ликвидности в виде стопов. Все их ставили за 200-ку. Я так предполагаю, что сейчас эти стопы начали потихонечку сбриваться. И если мы сейчас с вами провалимся куда-то вот сюда, то дальше у нас еще раз будет уровень ближайшей 19 тысяч. Пока что... Вот еще раз, пожалуйста, друзья мои, разделяйте то, что я жду цены на 19 тысяч, и то, что я встаю в шорт. Это совершенно разные подходы. Как я сейчас рассуждаю? Ну, во-первых, если мы с вами посмотрим на картинку, помните, да, мы с вами говорили то, что у нас с вами есть восходящий тренд. По сути, восходящий тренд у нас сейчас был сломлен. То есть на уровне 21500 восходящую вот эту структуру, которую мы рисовали как лой, хай, лой, хай, лой, хай. Да, вот этот лой, соответственно, он у нас был пробит, и технически восходящий тренд мы с вами сломали. То есть сейчас нам нужно смотреть за развитием ситуации. И здесь логика какая? То есть для того, чтобы у нас сформировалась новая структура надневки, нам нужно, чтобы было вот так, вот так. И если у нас будет вот здесь вот такое вот движение, то это означает, что мы опять с вами переходим технически в нисходящую картину. И, собственно, здесь уже можно будет аккуратненько эти движения шортить. В принципе, в принципе, можно здесь предположить, что разворот может произойти как-то вот так. Да, если вы знаете там технический анализ, базовые паттерны, головая плеча, например. То есть вот левое плечо, голова, сейчас, ну здесь, конечно, оно уже сильно провалилось, но допускаю, что будет вот такое движение, и от него мы пойдем вниз. Может, как я вам говорил, я в глобальный тузумун на текущий момент не верю. Но и в текущий слив не кажется мне слишком уж естественным. Причина, друзья мои, очень простая. Давайте я сейчас переключусь на график, переключусь на себя. Причина очень простая. Слишком много негативных новостей в один момент. Такое чувство, что рынок заставляет сливать активы. Там какой-то что-то Питер Шиф, он, да, пишет на TradingView, призывает продавать биткоины на фоне там проблем с банками и так далее. Просто поймите, когда очень много негативных новостей, когда очень много всякого говна подвозят в рынок, всегда у меня складывается ощущение, что это делается специально, да, для того, чтобы скинуть людей, и дальше ракета полетела в космос. Так ли это будет в текущей ситуации, сказать сложно, вот, потому что, опять же, посмотрите все мои предыдущие обзоры, они все собраны в отдельном плейлисте на канале. Я вам рекомендую прям по всем пройтись, плюс я вчера выходил на стрим, стрим тоже рекомендую посмотреть. Мы действительно с точки зрения мировой экономики вот находимся просто одной ножкой в рецессии. И когда эта рецессия произойдет, сложно сказать, возможно, то, что мы сейчас с вами видим этот крах банков, он действительно запустит цепную реакцию, и у нас просто вот этот карточный домик начнет рушиться, и тогда, естественно, крипта вместе с ним закатается. Но вполне вероятно, и я вам сейчас покажу, на что я смотрю, почему я оптимистично настроен, достаточно оптимистично. Вполне вероятно, что все-таки мы с вами, мы с вами еще порастем. Давайте вернемся на график. Сегодня у нас с вами вышли очень важные данные по безработице в США. Она оказалась, она оказалась лучше, чем ожидалось. Как вы помните, я вам уже рекомендовал канал Market Tweets. В общем, смотрите, безработица у нас вышла лучше, чем ожидание. Да, то есть она оказалась выше, и теперь, соответственно, в ЮЧУ у нас закладывают, что ставка все-таки будет повышена на 0.25, а не на 0.5. Это не может нас не радовать. Но я могу даже не читать эти новости, друзья мои. Вы помните, я вам показывал американские двухлетки, да, мои любимые, на которые я опираюсь часто, когда предполагаю, что у нас будет. Смотрите, двухлетки-то американские начали снижаться. То есть, грубо говоря, спрос на американские облиги начинает потихонечку падать. Это значит, что эти деньги перетекают куда? Правильно, в ритейл-рынок. И что мы сейчас с вами видим? Мы сейчас с вами видим подливочку на NASDAQ. Да, то есть мы видим то, что у нас NASDAQ припал. S&P сегодня торги еще не открыты. Но, кстати, пока мы пишем этот обзор, я думаю, что они откроются, мы посмотрим, как он отреагирует. Но, по сути, что было? Да, то есть вчера у нас на фоне всех вот этих вот говненовостей NASDAQ тоже технологический сектор сливали. Сейчас мы видим то, что это падение остановилось. Но здесь как бы мы видим с вами, ну, уже нисходящий тренд, да, то есть раз, два, три. Собственно, лай, хай, лой, хай, лой. И, собственно, пока что мы находимся с вами в нисходящей структуре. Вот, поэтому здесь просто важный уровень у нас. Вот, давайте его отмечу. У нас здесь важный исторический уровень. В районе 12 тысяч. И, соответственно, если, конечно, мы сейчас куда-то вот сюда вот проваливаемся, то по NASDAQ у нас новости-то будут такие себе. Но еще раз, друзья мои, давайте вернемся к биткоину. Все-таки у нас с вами, да, первый наш актив любимый – это биточек, биточек. Если смотрим просто с точки зрения техники. Да, восходящий тренд поломали, но все еще выше 200-го мувинга. Я напоминаю, это дневной график. И мы на дневном графике с вами находимся на 27 по RSI. Это значит, что рынок слили очень крепко. Ну, прям реально очень крепко. Последний раз такое было, когда скомманулся FTX. Да, то есть тогда RSI у нас был дневной на уровне 24. Но, еще раз, когда скомманулся FTX, это крах биржи, которая была, по-моему, на пятом, на третьем месте по капитализации в крипте. А сейчас это просто потому, что, ну, там, да, какие-то банки банкротятся, да, там, законы, какие-то претензии к крипте и так далее. Так они происходят каждый день. Ну, реально, каждый день кто-то там, то мы зарегулируем биткоин, то там какой-нибудь, не знаю, контрагент откажется работать, то БОСД, там, мы скоманем, то еще что-то, то еще что-то. То есть это происходит постоянно. Но почему именно эти события вызвали такой обвал? Потому что они все массовые. Еще раз, вчера там выступал Байден с потолком госдолга. Хотел потом обложить налогами крипту. Потом кто-то там из Нью-Йорка, по-моему, то ли мэр, то ли какой-то еще человек, подал на биржу Кукоин. Потом на Хуобе обрушился токен. В общем, все происходит в один момент. И такое чувство еще раз, что просто это выглядит, как высадка пассажиров перед тем, как отправиться повыше. Собственно, мои действия я вам сейчас уже описал. Я буду сейчас ждать просто остановки этого движения и подбирать лонговые позиции. Все еще настроен лонгово. Для тех, кто хочет, друзья мои, шортануть. Смотрите, вот если вы скальпер-интердейщик и шортите там 15-ти минутки или 30-ти минутки, пожалуйста, возможно, там вы найдете какие-то интересные точки входа. Я таким вещами не занимаюсь. Я торгую графики, как правило, от 4-х часов. Я могу открыть часовик, достаточно редко, но могу. Но еще раз, какой у нас сейчас с вами потенциал падения на 4-х часовом графике? Ну, до 19 тысяч долларов? Ну, допустим. Куда вы стоп поставите? За 21 900? Ну, давайте посмотрим на соотношение риск-прибыль. То есть у вас здесь будет отрицательное соотношение 0-4. И падение ниже 19 тысяч, я честно скажу, я особо не рассматриваю. Ну, то есть вот на текущий момент пока что нету таких факторов, которые бы говорили о том, что, собственно, мы с вами можем пойти вниз. И еще обратите внимание, интересная особенность, повышающиеся объемы. То есть у нас цена растет, да, а объемы... Цена падает наоборот, а объемы растут. Что это означает? Это значит, что много участников в рынке совершают сделки. То есть многие люди продают, но и многие люди покупают. И если вы хотели покупать битки по 25 тысяч, то почему вы их не покупаете по 19? Можете мне объяснить? Вот меня всегда забавляют эти люди, которые ко мне начинают обращаться, ну, там, знакомые еще кто-то. Типа, вот тут, когда биток был, по 24, по 25, говорят, покупать. Я говорю, да нет, ну, как бы тут не надо быть 7-5 во лбу. Ты открываешь, вот, например, дневной RSI, да, вот здесь, но он все, он уже на хаях. То есть здесь, как бы, будет какая-то разгрузка. Здесь тоже, да, дивер. Ну, как бы против дивера лучше не входить в лонги, соответственно. Сейчас мы разгрузили все индикаторы. Сейчас у нас видно, да, падение объемов глобальное. Сейчас у нас несколько таких хороших, жирненьких, красных свечек. Может ли это быть не финалом? Можем ли мы пойти там на 19, 18, 100%? Ну, просто ответьте себе на вопрос, что логичнее, покупать битки по 25 или покупать битки по 19? Ну, блядь, по 19, естественно. Тут, по-моему, даже вопрос не стоит. Здесь стоит, наверное, только один вопрос. А на какой бирже лучше покупать битки? И вы уже знаете, то, что самая правильная биржа, где я вам рекомендую торговать, это, конечно, биржа Bybit. Там у них проходит сейчас акция до 30 тысяч долларов депозита. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Инструкции по пользу Bybit там также есть по ссылке под этим видео. И я Bybit, как вам уже говорил, пользуюсь больше полугода. Супер доволен биржей. Самая лояльная биржа, самый удобный терминал, самое удобное приложение. Вот просто супер. Если вы сейчас пользуетесь какой-то другой биржей, там, не знаю, хобби, бинанс, кукоин, пукоин, там, хоть что. Просто вот сделайте тестовый депозит на Bybit. Если вы реально, ну, как бы часто торгуете, сделайте тестовый депозит на Bybit, там, 100 долларов. Просто посмотрите интерфейс, посмотрите у меня инструкции на канале. Вы не захотите переходить на другие биржи. Я вам просто обещаю, потому что, ну, все другие биржи с точки зрения юзабилити, дружелюбности, поддержки и всех вот таких вот моментов, они просто отсасывают. Вот, серьезно. Поэтому ссылочка на Bybit, пожалуйста, переходите. Возвращаемся к Bybit. Собственно, жду сейчас цену в район 19, если здесь будет какая-то остановочка, может быть, красивый выход на 4-часовике через какую-нибудь дивергенцию. Ну, то есть, вот какая бы мне сейчас ситуация была по нраву. По нраву бы какая была ситуация. Смотрите, мы с вами вот сюда вот так подходим, да, например, на 20500, потом идем вот сюда, на 19. И таким образом у нас с вами, давайте сейчас так сделаем, у нас с вами вот здесь образуется дивергенция, да, то есть у нас цена упадет еще, а RSI уже будет выше. И вот здесь тогда на 19 будет очень хорошая точка входа. То есть у нас будет и уровень, и дивер, и это будет суперский сетап, который я 100% буду отрабатывать, если он реализуется. Сейчас пока что просто, еще раз, если вы не покупали спот Битки, то можно чуть-чуть там на копеечку, на 5-10% прикупить. Если покупали, то можно просто сидеть и наблюдать. Я, как вам говорил, по 24-25 разгружался, поэтому я возвращаюсь просто потихонечку в спотовые позиции. Спекулятивные фьючи с плечами, там что-то такое, вот то, что вы видели у меня там, когда мы лонговали, например, вот отсюда, да, то, что я вставал в краткосрочные именно лонги, я сейчас пока что не делаю, потому что здесь была остановка, здесь была как раз-таки та самая красивая ситуация. Вот смотрите, как это выглядело у нас на графике. Цена вниз, RSI вверх, дивер, все, входим здесь, бам, ракету получили, нормально прибыли забрали. Мы это делали там в рамках нашего закрытого клуба, но и на ютубе, если мне не изменяет память, я про этот сетап тоже говорил, а может и не говорил, не помню. Но, кстати, да, если вы в наш закрытый клуб хотите попасть, то на следующей неделе будет вся актуальная информация в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм у нас находится в описании. Вот, ну и по инвестпортфелю, опять же, то есть потихонечку сейчас то, что мы продавали, начинаем обратно откупать. Цены вкусные. Для меня все, что ниже 20 тысяч за биткоин, это очень хорошая цена. Если дадут еще раз закупиться по 16, буду еще закупаться по 16. Вот, что еще, что еще, друзья мои, нужно вам сказать? Что еще, друзья мои, нужно вам сказать? Наверное, можно сказать про недельный график, да? Можно сказать про недельный график, потому что на недельном графике у нас тоже с вами была вот эта конструкция, лой-хай-хай-лой, то есть мы здесь тоже поломали с вами этот тренд. И очень мне не нравится ситуация. Давайте я открою другой график биткоина, на котором это видно. Так, это Binance. Нет, нас интересует вот этот индекс. Индекс биткоин-доллар. Собственно, не нравится мне то, что мы с вами находимся все еще под 200-м мувингом на недельке. Под 200-м мувингом на недельке. И чисто с точки зрения недельного графика это все выглядит как какой-то разворот, типа как через двойную вершину. Вот это, конечно, меня сейчас немножечко напрягает. Ну и в принципе то, что мы находимся на дневке, по сути, уже практически в нисходящем тренде. То, что мы сломали эту восходящую структуру, мне это, естественно, тоже, ну как бы, восторга не вызывает. Плюс, плюс еще к тому, что мог быть разворот действительно, и мы пойдем еще ниже. Месячная свеча, да, вот это, если вы знаете, паттерн доджи, я про него говорил вчера на стриме. Ну, просто если вы на стриме вчера не были, то, наверное, вам тоже будет это интересно узнать, что вот такой разворотный паттерн, такое закрытие свечи, как правило, является разворотным паттерном. И еще один минусик в копилку текущего роста. Но посмотрим, посмотрим. Я сейчас отталкиваюсь чисто на психологию. То есть я вижу, как рыночная психология сменилась на негативную. Я вижу, как люди перехотели покупать биткоин. Я вижу, как люди стали продавать то, что они покупали по 23-24, когда надо было закрывать профит. Вот. И просто с точки зрения психологии толпы выглядит как то, что, ну как бы, сейчас рынок сольют, и потом вполне вероятно нарисуют какой-нибудь V-образный разворот вообще, как нечего делать. Вот. Поэтому, друзья мои, что мы делаем с вами сейчас? Мы сейчас с вами ждем остановки этого нисходящего движения. Далее. Если вы покупаете, если вы не покупали спот, можно немножко прикупить. Если нисходящее движение у нас останавливается, рисуются какие-то дивергенции, либо какие-то паттерны разворотные с точки зрения технического анализа, то можно будет лонговать. Плюс, если вся эта говнина, она немножко успокоится с негативными новостями, это, опять же, будет повод к лонгам. Ну и плюс, как я вам уже показывал, безработица в США потихонечку растет, а это возможно говорить нам о том, что все-таки политика ФРС будет не такой ястребиной, ставку будет повышать не так быстро, и, ну, посадка в экономике будет не такой жесткой. То есть еще раз, давайте вернемся на фонду, которая, кстати, открылась. S&P 500, давайте посмотрим, как у нас открылся. S&P 500 открылся, ну так, умеренно негативно, умеренно негативно. Но еще раз, я вам говорил, я смотрю чаще именно на облигации, потому что облигации – это работа крупных ребят. Это работа хедж-фондов, банков, крупных финансовых структур. То есть ее домохозяйки особо не двигают. Ритейл-трейдеры здесь достаточно малый вес имеют. Вот. Если мы видим то, что спрос на американские двухлетки падает, это говорит нам о том, что, ну, вполне вероятно, что скоро и фонда начнет расти. Вот. А здесь, видите, как у нас получилось запаздывающее. Вот тут это все росло. Я вам говорил, биткоин пока покупать не надо. Вот. Ну и сейчас мы, собственно, всю эту историю видим. Всю эту историю видим. Поэтому, друзья мои, давайте, я жду ваши комментарии под этим видео. Пишите, что вы думаете про биткоин, куда пойдет график вверх-вниз, справа-влево. Но желательно с обоснованием. Мне интересно ваши комментарии читать. И мы с вами увидимся в следующем обзоре. На телеграм-канал не забывайте подписываться. На ютуб-канал не забывайте подписываться. Включать уведомления, колокольчики, чтобы не пропускать здесь новые видео. И оставляю вам видосы, которые рекомендую посмотреть, если вы интересуетесь темой крипты и хотите в этом лучше разобраться. Лучше, не лучше, а больше зарабатывать. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok